Приветствую вас и в том состоянии, в том положении, в котором вы оказались, не представляется возможным наладить связь с ребенком, потому что он находится постоянно со всем, где его он настраивает против вас. Соответственно, влияние на ребенка со стороны отца намного превышает ваше по своей степени. И до тех пор, пока ребенок находится у отца, вам практически нереально наладить отношения. А вести себя на встрече с ним, понимаете, муж ваш, он ведь сам загоняет себя в угол, по сути дела, только не понимает этому. Дело в том, что если мужчина говорит, что вы можете видеться с сыном только в его присутствии, то, соответственно, только в вашем присутствии ребенок, как бы, начинает вас бояться, но вы ничего плохого не делаете. Значит, дело не важно. Вот и все. И полагаю, что в этой ситуации, если вы грамотно построите свою защиту в суде, если вы грамотно сформулируете твою защиту в суде, кстати говоря, на предмет, который вам стоит обратиться в раздел юриспруденции, то все у вас будет нормально. И только когда вы сможете с ребенком общаться стабильно, постоянно, и когда он будет в вашем доступе, я имею ввиду, в вашем общении не будет ничего препятствовать, вы быстро с ним наладите вновь отношения. То есть пока не разрешена вот эта вот ситуация с отцом, вряд ли можно рассчитывать реально что-то изменить в этой ситуации. То есть сперва вы проверяете на то, насколько законно то, что делает ваш бывший муж, вот, и после этого уже задародберетесь со всем этим, вы сможете вновь наладить отношения с ребенком. Из-за всего этого одна важная ситуация, сможем вести себя стоит спокойно, сможем вести себя стоит выдержанно, сможем вести себя стоит достойно, чтобы он не нашел поводов для того, чтобы к вам как-то придраться и так далее. Вот, ну потому что, просто потому что по-другому у вас могут быть серьезные проблемы на самом деле. А с ребенком стоит вести себя откровенно, везливо, вести себя так, как будто мужа вообще не существует. То есть, вести себя так, как будто отца ребенка вообще нет. Это, пожалуй, вот, в принципе, единственное, что вы можете в данной ситуации сделать. То есть, вести себя с ребенком максимально открыто, максимально положительно и так далее. Пожалуй, это единственное, ну, единственное, что мне видится в данной ситуации, единственное, что видится мне и того, что вы могли бы, ну, насколько вы могли бы реально повлиять. Потому что все равно до того, как, пока вы не разрешите этот спор относительно детей, то, соответственно, надеяться на нормализацию отношений с ребенком не приходится. Вот, надеюсь, что вы это понимаете и надеюсь, что вы отдаетесь себе в этом отчет. Вот, на этом все. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались какие-то дополнительные вопросы, буду рад помочь, пишите в личку. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если делаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи!